социологические концепции культуры социологическая мысль в начале двадцатого века была направлена на рассмотрение причин кризисного состояния общества и его ценностных систем в связи с этим социологи обратились к изучению различных аспектов культуры и религии это в свою очередь стало основанием для появления аксиологического подхода к анализу общества и культуры для культурологической мысли это был принципиально важный момент так как привело к появлению новой концепции культуры и к возникновению социологической школы в культурологии которая объединила тех исследователей культуры то искал истоки и объяснение ее в общественной природе человека и в общественной организации человечества идеи социологической школы изложены в частности в работах американского социолога русского происхождения петерима александровича сорокина рассмотрим его теорию культурных суперсистем профессор гарвардского университета петерим сорокин является одним из выдающихся представителей культурологической мысли его взгляды изложены в четырехтонном труде социальная и культурная динамика на первый взгляд его концепция близка к теориям шпенглера и туинби однако в отличие от последних сорокин допускает прогресс в общественном развитии он рассматривал историю человечества как смену целостных социокультурных суперсистем объединенных определенным единством ценностей и значений исторический процесс представлялся ему не как прямое поступательное движение а как циклическая флуктуация то есть идущие законченными циклами смена переходящих друг в друга типов культуры по сорокину культура в самом широком смысле этого слова есть совокупность всего сотворенного данным обществом на определенной стадии его развития в культуре следует различать два аспекта внутренней это смысл ценность духовное содержание культурных феноменов и внешний это материальное воплощение смыслов и ценностей вещах и явлениях таким образом все предметы культуры являются знаками и символами этим они отличаются от природных объектов культура же есть явление особого рода гораздо более сложное и совершенное чем растительный или животный организм она не детерминируется экономикой а выступает как система значений ценностей с помощью которых общество интегрирует энергию поддерживает взаимосвязь своих культурных институтов культура определяет энергию и направленность человеческой деятельности главными системообразующими элементами культуры являются значимые смысл образующие связи они пространственная близость или функциональная взаимозависимость примерами такими связей могут служить математические уравнения логические силогизмы юридические и этические нормы они и лежат в основе подсистем культуры математики логики физики этики права философии и так далее каждая из под систем характеризуется особым типом смысловых связей наряду с этими основными подсистемами существуют также производные подсистемы в виде технологий экономики политики совокупности они образуют культурную суперсистему которую нужно отличать от культурного комплекса состоящего из множества элементов не связанных друг с другом смысла образующими связями примером подобного комплекса сорокин считал быт крестьян вологодской губернии включающий в себя валенки русскую печь водку лыжи молодежной посиделки по его мнению эти элементы связаны лишь внешним фактором климатическими условиями но не внутренним смысловым единством основой интегрирования суперсистемы является система ценностей представлена в виде верований норм понятия о должном и священном вместе взятые они представляют собой социум общество состоящий из социальных групп институтов и индивидов только так можно обеспечить согласованность индивидуальных ориентаций надежность и предсказуемость поведения значимость для индивиды социальных отношений если люди высоко ставят материальные ценности то они сообща трудятся для того чтобы иметь их если интересы людей ориентированы на духовные ценности то религиозные верования скрепляют общество значение и ценности определяют место тех или иных вещей явление природы человеческих действий психологических состояний в системе культуры поэтому культура не может быть уподоблена ни механизму ни организму она скорее напоминает симфонию где отдельные звуки образуют гармонию с помощью символов и ценностей но не следует думать что культура всегда интегрирована в суперсистему сорокин считает что наряду с суперсистемой обязательно существуют и культурные комплексы и различные феномены не согласующиеся с ней и так теория сорокина появилась на основе объединения представлений о культуре как системе ценностей социологическим подходом подчеркивающим взаимосвязь социальных институтов в рамках сложных систем и подсистем в зависимости от того какие ценности господствуют в обществе сорокин выделяет три основных типа культуры чувственную идеациональную и промежуточную идеалистическую идеациональная культура характеризуется наличием носители культуры которые основывают свои ценности на господствующих идеях даже если эти идеи весьма примитивны в этой культуре преобладают сверхчувственные ценности поклонение некоему абсолюту богу который считается подлинной реальностью а материальный мир лишь сотворенная боком бытие этот мир лишь временное пристанище человеческой души которая только после смерти окажется в божественном вечном мире в этом мире наука и философия полностью подчинены религии и теологии вера господствует над разумом искусство также полностью подчиняется задачам религии знаки этого искусства воплощенные в конкретных образах на самом деле символы ценности невидимого божественного мира героями произведений искусства выступают боги ангелы святые считалось что шедевры рождаются по божьей воле а художники только инструменты в его руках образцом идеациональной культуры служит европейское средневековье где господствовала религия идеальный образец этой культуры аскет отшельник умерщвляющий плоть и в мистическом экстазе приближающийся к богу от человека требовались в первую очередь благочестие и послушание добивались этого очень жесткими законами которые жестоко карали за богохульство святотатство и ересь наказывали тело чтобы спасти душу идеациональное общество обычно иерархично для него характерно преобладание отношений семейственного типа когда монарх отец своих подданных требует от них верности в религиозном государстве как правило есть государственная религия могут быть и теократические формы правления когда власть прямо находится в руках церкви чувственная или сенситивная культура является по сути эмпирической светской так как основана на доминирование чувственного восприятия и оценки действительности преимущественно с утилитарной и гедонистической точки зрения она во всем противоположной идеациональной культуре реальным и значимым здесь признается только то что воспринимается глазами ушами языком осязается пальцами представляется верным рассудку истина чувства ценится выше истины веры человек в этой культуре считает веру предрассудком домыслом или игрой воображения поэтому для этой культуры типичный материализм релятивизм и скептицизм а наука является ее важнейшим компонентом все что противоречит научным истинам отвергается искусство также ориентирована на отображение чувственно воспринимаемой действительности и ставит своей целью доставить чувственное наслаждение она тяготеет к реализму и натурализму темы и сюжеты берутся из обыденной жизни герои художественных произведений чаще всего это простые люди а то и патологические типы стремясь доставить удовольствие искусство стремится к развлекательности и занимательности в этом типе культуры человек ориентирован на удовлетворение чувственных потребностей аскеза кажется ему противоестественной и чуждой его идеал это личное счастье социальные институты это государство семья экономика и даже церковь ищут для себя земного естественного обоснования апеллируют природе человека его естественным потребностям поэтому для сенситивной культуры которая начинает развиваться в европе с эпохи возрождения характерны теории естественного права общественного договора разумного эгоизма и утилитаризма нравственность в таком обществе менее строга более эгоистично чем в обществе с идеациональной культурой промежуточный третий тип культуры идеалистический соединяет в себе черты двух основных типов в нем чувство уравновешивается интеллектом вера наукой опытное познание интуиции значимая истинная действительность представлена в этой культуре виде ее особо отмеченных фрагментов мысли человека обращены идеальному разумному миропорядку который возможен и существует в виде отдельных фрагментов здесь на земле допускается что реальность лишь частично чувственно материально а частично сверхчувственно духовно человек стремится удовлетворить как духовные так и материальные потребности хотя духовные ценности рассматриваются им как более высокие поэтому в мировоззрении безраздельно господствуют идеалистические взгляды удовлетворяя свои потребности люди идеалистической культуры с одной стороны переделывают внешне материальный мир а с другой совершенствует внутренний духовный мир личности искусство также насыщается как церковным так и светским содержанием его задача это изображение разумного и прекрасного в мире оставаясь возвышенным и серьезным в художественных произведениях преобладают аллегорические и идеализированные образы их персонажи благородные героические личности негативные стороны жизни приукрашиваются чтобы в контракте с ними ярче высветить позитивные идеалы в идеалистической культуре достигается гармония чувственного и духовного красоты и смысла автор своими произведениями обращается к аудитории вступая с ней в диалог поэтому читатель и зритель становится не объектом как в идеациональной и чувственных культурах а его автора субъектом партнером своеобразие каждого из названных типов культуры воплощается в праве и искусстве философии науки религии структуре общественных отношений подробно анализируя историю европейской культуры сорокин относил к периодам расцвета чувственной культуры эпоху палеолита к культуру скифов гребко-римскую цивилизацию а также всю западную культуру последних пяти веков с эпохи возрождения и до нашего времени к идеациональному типу относилась ранее средневековая культура христианского запада культура брахманской индии буддистская и лаосистская культура китая а также греческая культура восьмых шестых веков до нашей эры идеалистическому типу сорокин относил к культуру раннего возрождения 13 14 веков и культуру классической греции это 5 4 века до нашей эры также каждая из названных культур формирует определенный тип личности по мнению сорокина таких типов также существует три идеациональная сенситивная и смешанной личности основной характеристикой идеациональной личности является ее религиозность ее мало волнуют вопросы повседневного быта политика экономика и вся мирская суета для нее характерно насыщенная внутренняя духовная жизнь строгое следование нравственным заповедям исполнение своего долга перед богом и людьми есть два подтипа идеациональной личности аскетический и активный аскетическая личность уходит от мира подавляет телесное начало ради спасения души аскетами были буддистские монахи римские стойки христианские пустынки активная личность посвящает себя борьбе со злом и духовному спасению других людей поэтому активными идиационалистами были буддисты махаяны христианские миссионеры основатели религиозных движений сенситивная личность целиком погружена в мирские заботы стремится к успехам земным радостям и чувственным наслаждением она обычно эгоистично и не отличается строгой нравственностью можно выделить несколько подтипов сенситивной личности так активные личности стремятся подчинить себе обстоятельства и других людей пассивные приспосабливаются к обстоятельствам циничные безнравственные и аморальные часто надевают на себя маску скрывающую их подлинный облик примером сенситивных личностей могут служить александр македонский петр первый смешанные личности делятся на два типа есть идеалистические личности им свойственно руководствоваться разумом в решении всех проблем у них богатая духовная жизнь высокие идеалы они стремятся к духовным радостям хотя они пренебрегают житейскими благами это конфуций фома аквинский петрарко второй тип псевдо идеалистические личности у них слабо развита внутренняя духовная жизнь они пассивны не способны сопротивляться потребности их невысоки они живут как бог велит апатично терпеливо и бесцельно это жизнь рабов узников подданных тоталитарных режимов не следует думать что тип культуры должен однозначно определять тип личности как с доминирующей культурной суперсистемой всегда соседствуют другие типы культуры так рядом с доминирующим типом сосуществуют и другие типы личностей между ними всегда возникают разногласия ведь их ментальности несовместимы сорокин обращает особое внимание на разработку объективных методов оценки культуры поэтому он проводит количественный анализ культурных феноменов так привлеченные им искусствоведы рассмотрели более ста тысяч творений изобразительного искусства и определили какое число этих произведений свойственных определенному типу культуры было создано в разные периоды истории процентное соотношение между количеством произведений с теми или иными типологическими особенностями использовалась как индикатор доминирующего типа культуры также была проанализирована история музыки и литературы а видные философы составили список европейских мыслителей определив их взгляды убеждений и так далее были изучены все известные исторические деятели определен их тип личности на основании чего был сделан вывод о доминирующих типах личности в разные периоды кроме того сорокин изучил все правовые системы европейских государств определяя что считалось преступлением в разные эпохи рассмотрел все войны и народные волнения так что все его выводы основаны на огромном фактическом материале главный вывод сорокина в истории все три типа культуры чередуются с неотвратимостью природных процессов идет волнообразное изменение культур от идеационального типа к идеалистическому и от него к чувственному это движение культур имманентно не зависит от действия посторонних факторов культуры изменяются в силу своей природы носители культуры стремятся исчерпать заложенные в ней силы и довести их до предела и в начальной стадии развития культуры она экспансивно энергично и глубока но постепенно культура теряет запас своих сил становится бесплодной поверхностной и в конце концов останавливается переходит в кризисное состояние и разлагается после этого приходится обращаться к другим принципам и двигаться к иному типу культуры по сути дела в теории суперсистем сорокина действует два начала культуры идеальная и чувственная которые им антологизируются переводится в пласт объективного бытия преобладание одного из них определяет тип культуры и соответствующий ему тип мировоззрения надо помнить что ни один тип культуры не бывает представлен в чистом виде в любую эпоху фактически сосуществуют все три типа культуры но лишь один из них резко доминирует затем его удельный вес постепенно убывает и доминирующим становится другой тип основанный на ином начале кроме того по сорокину культуры не замкнутые не во времени не в пространстве поэтому они постоянно используют достижения как прошлых культур и цивилизаций таких соседних культур с которыми они контактируют таким образом теория сорокина представляет собой своеобразный волновой вариант циклической модели культуры хотя и не замкнуты в локальных цивилизациях разные культуры могут свободно обмениваться своими достижениями в разных областях но при этом они находятся в жестких пределах заданных идеальным и чувственным началом как и другие философы и культурологи 20 века сорокин подробно анализирует современную культуру отмечая ее кризисное состояние он считает что чувственная культура господствующие сегодня стремится освободиться от религии и морали концентрируя свои ценности вокруг повседневной жизни не случайно ее героями становятся фермеры рабочие домохозяйки и даже преступники и сумасшедшие но такая культура лишена абсолютных идеалов стремление к чувственному наслаждению и потребительству доведено в ней до предела 6 столетий господствует она в западном мире но время ее истекает кризис культуры проявляется в том что искусство становится товаром приложением к рекламе она не возвышает личность а принижает ее до уровня толпы размывается и теряет определенность система истины стирается граница между истиной и заблуждением наука никак не связывается с моралью религией искусством целостное мировоззрение подменяется смешением псевдонаучных псевдо философских псевдо религиозных воззрений и предрассудков мораль и право деградируют оправдывая любое поведение а потому перестают объединять людей семья теряет право называться нерушимым союзом превращая случайное временное сожительство под прикрытием демократии воцаряется анархия свобода становится мифом для большинства и вседозволенностью для меньшинства грубая сила все чаще доминирует в отношениях между людьми суть кризиса западной культуры по мнению сорокины заключается в распаде основополагающих форм западной культуры философии религии науки права морали образа жизни брака и семьи это кризис нашей жизни образа мысли и поведения поэтому гибель европейской сенситивной культуры неизбежно но никакой трагедии в этом сорокин не видит наоборот нынешний кризис есть не только смерть старой культуры но и рождение в муках культуры новой и это будет идеациональная культура с ее абсолютными религиозными идеалами альтруистической любви и этикой солидарности и ну Субтитры создавал DimaTorzok